Значит, Ил Ви Рон. Вы все-таки призываете идти на несогласованный митинг 9 сентября. Понимая его последствия, не хочется в вас разочаровываться. Я призываю Рон, Ил Рон, не идти на, призывал не идти на митинг. Был момент, когда давление моих сторонников, членов партии «Западный выбор» заставило меня осторожнее относиться к тому, что говорит, делает Навальный. Я отказался от его критики, отказался от упоминаний того, что он родился из спецслужб российских. Ну вот, взять и забыть там, начать с чистого листа. Я обратился к нему, к Волкову, к другим людям из его окружения с предложением начать сотрудничать. И получил просто отказ в такой, не очень вяжливой форме. У них другие цели. Иные цели. Это не цели сохранения в России или возвращения демократии. Цели, о которых вот в интервью Саше Сотнику говорил бывший соратник Навального. Значит, собственная раскрутка, продвижение вот этих сливов спецслужб, которые им просто сгружали, приносили. Фонд борьбы с коррупцией, где информацией занимается один человек, просто эпизодически приносит эту информацию, понятно откуда, от спецслужб. И они ее просто оформляют, делают из нее ролики. Личное продвижение Навального, дискредитация оппозиции, ну не нужны им реальные лидеры оппозиции. Они мешают им решать их собственные задачи. Так что вот этот вот временный перерыв в критике Навального, он был связан с тем, что, ну, я испытываю серьезное давление своих сторонников, когда они начинают говорить, что вот нельзя все помнить. Очень старый ты, Боровой, все помнишь. Значит, ну вот забудь или прекрати критиковать его, он там изменился, он вырос. Но не изменился тот же Шкет, провокатор, мелкий провокатор, между прочим. Что обидно.